Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Успехи, достижения и проблемы Анапского сельского округа изучил исполняющий обязанности главы курорта Сергей Сергеев. Чему учат в анапских школах? Необычный урок русского языка от первого лица Анапы. Пожар на четвертом этаже. Успешно потушен, жертв нет. В Анапе прошли учения пожарных. Исполняющий обязанности главы курорта Сергей Сергеев продолжает объезд сельских округов и объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Так, побывав в анапском сельском округе, он выяснил, в каком режиме работает сельская администрация, как ведется прием граждан и в каком состоянии находятся главные социальные объекты. Первый вопрос Сергея Сергеева в администрации Анапского сельского округа. Как ведется прием граждан? Ответ главы округа Александра Кочерги. Помощь в оформлении различных документов вторник и четверг. А личные просьбы граждан разобраться в том или ином вопросе принимаются по сотовому телефону ежедневно специалистами администрации. Исполняющий обязанности главы города акцентирует, что прием граждан должен быть не два раза в неделю, а каждый день и обязательно журналом учета. В табличке приема должно быть четко прописано время специальным шрифтом, чтобы люди с ослабленным зрением смогли прочитать информацию без особого труда. И я буду работать, ну так как работал, я ничего менять не буду. А вы будете работать по моему образу и подобию. Следующий вопрос о водоснабжении и канализации в Анапском сельском округе. Сергей Сергеев заверил, эти насущные проблемы в ближайшие годы будут решены. И по Анапской в самое ближайшее время, ну во всяком случае до 15-го года, до середины, проблемы водоснабжения и канализирования не будут существовать. Будет существовать только разводящие. Это будет радостно встречено на сельском? Ну так я вам говорю, что ну просто сейчас когда, либо это будет договор о намерениях, либо еще что-то. Я сейчас изучаю по земле, так что будет у вас все это. В местном Доме культуры Сергея Сергеева встретил директор учреждения, депутат совета города-курорта Светлана Хижняк. Она рассказала, как работает Анапская централизованная клубная система. Три Дома культуры, один клуб и два музея. Это здесь, на территории, да? На территории Анапского сельского округа. Это занимаются не только дети и взрослые. Три года назад Дом культуры обрел вторую жизнь. Он был капитально отремонтирован по муниципальной целевой программе «Сельский клуб». В Анапской централизованной клубной системе работают 46 коллективов, 11 из которых имеют звание «Народный» и «Образцовый художественный коллектив». Сергей Сергеев познакомился с юными талантами станицы. Следующий соцобъект рабочей поездки – Анапская амбулатория. По словам главного врача Елены Паркиной, в учреждении работают 92 специалиста, 28 из них – врачи. Амбулатория достаточно крупная. Оказывается медицинская помощь по семи направлениям. Терапия, педиатрия, гинекология, окошерство, хирургия, травматология и стоматология. Амбулатория оказывает помощь не только жителям станицы, но и селу Гайкадзор. Очень нужно строительство дневного стационара. Тогда жители Анапского округа смогли бы проходить лечение по месту жительства. А если мы рассмотрим где-то по ходу, с главой договоримся, отдельно стоящее здание? Нам лишь на работе. Разницы нет. Вы готовы переходить в этот здание? Мы готовы. Мы готовы работать. Оказывать услуги, да? А потребность какая в дневном стационаре? Ну, учитывая то, что у нас 20 тысяч прикрепленного населения и 94 тысячи посещений муниципальных заданий, вот было в 2012 году, потребность очень большая. Исполняющий обязанности главы курорта осмотрел здание. Побывал в лаборатории, познакомился с медработниками педиатрического отделения. Узнал, как обслуживает больных регистратура и нет ли сбою в работе газовой котельной. Так, в каждом сельском округе Анапы Сергей Сергеев проверит работу важных социальных и коммунальных объектов. Светлана Авилова, Роман Карпов, Анапа-регион. Также исполняющий обязанности главы города Сергей Сергеев посетил одну из самых прогрессивных школ Анапы, которая часто становится базой для внедрения на курорте новейших разработок в области образования. Так, например, именно эта школа приняла на обучение детей иностранцев. Здесь есть специальный класс для дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Какие вопросы к современному образованию Сергея Сергеева? И как, по его мнению, нужно относиться к русскому языку? В сюжете Вадима Родина. Современная школа сильно отличается от той, в которой училось старшее поколение. Сегодня во многих есть собственные автоматологические и процедурные кабинеты. Сергей Сергеев с интересом осматривает базу. В обновленном спортзале идет урок физкультуры. На втором этаже первоклассники дружно приветствуют делегацию. Здравствуйте! Здравствуйте! Класс большой, почти 30 детей. Нагрузка на учителя сегодня весьма ощутимая. Но любви и внимания хватает на всех. А дети отвечают взаимностью. Хорошая учительница у вас? Да! А как зовут ее? Основидно! Голос образовывается. Может, мы ее поменяем на кого? Нет! Вы молодцы! Надо за нее заступаться. До свидания! А у 11-ти классников как раз была краевая контрольная по математике. Поэтому напряженно думающим старшеклассникам мешать не стали. Сергей Сергеев признался, что его любимыми школьными предметами были история и география. Поэтому в библиотеке взял в руки именно учебник по истории. Из 3000 рекомендованных учебников сегодня трудно выбрать того автора, который наиболее полно раскрывает предмет. Темы зачастую изложены тезисно, без подробностей. Заведующая библиотека Людмила Иванец мечтает пополнить книжный фонд классикой, дабы воспитать в детях любовь к искусству и русскому языку. Русский язык сам по себе, мы даже этого не замечая, сегодня сами его продаем. То есть получается что? Ну что, мы не можем сказать, допустим, конкурс, а не тендер, да? Ну что за идиотизм? Это одно. Когда-то было модно, может, лет 10 назад, вот этими словами бросаться. Вы вспомните, руководители страны, сегодня руководители даже повода не дают. Они разговаривают на русском языке. То есть если мы так дальше будем продолжать, мы, может быть, уже следующее поколение понимать перестанет. Шестая школа, помимо современного удобного спортзала, располагает отличным актовым залом, где не раз проводились крупные городские семинары и конференции. В кабинете дистанционного обучения в режиме онлайн Сергей Сергеев пообщался с завучем 21-й школы Станицы Анапской. Качество картинки, звука такие, что занятия, проводимые дистанционно, мало чем отличаются от обычных. Здесь же в дополнительной комнате проходил урок по компьютерной графике, дистанционно с ребенком-инвалидом. А раньше учителю приходилось ходить по домам. С питанием тоже полный порядок. Оборудование, новые повара профессиональные, а продукты только от местного производителя. Молоко каждому ребенку и каждый день выдается вот в таких упаковках по 200 граммов. Урок труда сегодня называется технология. Дети учатся обращаться с бытовыми предметами, а также учатся вышивать, вязать, плести бисером и многому другому, что может пригодиться в жизни или стать хобби. Школа 1984 года постройки в отличном состоянии. Есть огромная территория, в благоустройстве которой директор просит помочь Сергея Сергеева. Вот у нас видение, что нам нужен именно стадион с трибунами, с беговыми дорожками. То есть нам надо ее привезти. Территория очень большая, но ее привезти. И еще я хочу сказать. Я зимой не могу дать оценку. Весной, летом обязательно посмотрю. Вот если руководитель на месте, директор на месте, то и ограждение разноцветное, красивое. Видно, что это учебное заведение, а не какое-то там казенное. И территория ухоженная. Понятно, что помогать надо, но директор способен решать довольно много вопросов. Я вам желаю, чтобы у вас получилось. Шестая школа во многом является образцовой. Вполне возможно, что реализация идеи благоустройства школьного стадиона позволит ей стать настоящим эталоном современного образовательного учреждения и примером для подражания другим анапским школам. И в этом, как заверил Сергей Сергеев, администрация города готова принять самое активное участие. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа-регион. 11-й отряд пожарной службы города Анапа провел очередные учения на базе пансионата «Высокий берег». Утреннюю тишину нарушили звуки сирен. Три пожарные машины прибыли на тушение пожара, возникшего в одном из номеров на четвертом этаже. Спасатели получили задачу эвакуировать пострадавших из горящего номера и соседних с ним. Пожару был присвоен второй уровень сложности. Для выполнения поставленной задачи были привлечены пожарные расчеты 11-го отряда, службы спасения и Института береговой охраны ФСБ России. В ходе учения были развернуты пожарные рукава по автолестнице в окно четвертого этажа. А весь процесс учений контролируется и фиксируется штабом. Подразделениями отряда было организовано взаимодействие со службами жизнеобеспечения. Задача была выполнена в короткие сроки. Учения в целом оцениваются на хорошо. Отработка способов спасения и эвакуации людей из зон ЧС дает гарантию того, что при их реальном возникновении люди, попавшие в беду, будут спасены. Исполняющий обязанности главы города Сергей Сергеев поставил задачу усилить работу в социальной политике. Эта отрасль является самой важной. Вопрос образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения должны решаться в приоритетном порядке. Причем о проблемах и задачах узнавать непосредственно от жителей города и села. Заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко провела прием граждан по вопросам социальной политики в Первомайском сельском округе. С какими вопросами сельчане обращаются к власти в сюжете. Татьяна Болдырева – инвалид второй группы. Сейчас находится на лечении в городской больнице. В Юровку приехала специально на прием к вице-мэру. Просят организовать путевку в санаторий, чтобы немного поправить здоровье, а также оказать материальную помощь на лекарства. Мы вот что сделаем. Мы сейчас запишем. Потом с фондом социального страхования свяжемся. Вам собрать все справочки. И вы тогда в январе в фонде социального страхования встанете на очередь, чтобы вы были в первую очередь. Вы знаете, мы поможем, чтобы вам не ехать в Анапу. Вы соберете все документы, а мы поможем, чтобы сделать это за очередь. И здоровье поправим, и материальную помощь окажем, заверила Людмила Гузенко. Также попросила о всех проблемах и вопросах всегда сообщать ей лично. Вы знаете, что у нас в Анапе новый глава Сергеев. Майор Павлович, да, вы слышали. И поэтому вот одна из первых встреч, он встречался с нашими, с управлениями социальной утресли, он сказал, что на жесткий контроль взять медицинское обслуживание населения. Поэтому я вас прошу, если где-то будут какие-то проблемы, информировать сразу. Тем более мой телефон есть в каждой палате, в каждом отделении. Также Людмила Гузенко дала поручение доставить женщину обратно в больницу, чтобы она не добиралась на общественном транспорте в холодную погоду. Азинаида Фетисова пришла просить материальную помощь на приобретение медицинского корсета для своего ребенка, у которого диагностировали серьезные заболевания позвоночника. Его первый корсет помогли приобрести местные предприниматели. Но ребенок растет, и по мере роста каждый год нужно покупать новый корсет. А он стоит порядка 40 тысяч рублей. Как только почувствуете, что ему надо менять корсет, либо, допустим, вот сегодня реально вы чувствуете, вы будете знать, какой именно корсет, какого размера вам будет нужен. Мы тогда через программу «Цветик-самецетик» вам обязательно поможем. Очень много обращений к вице-мэру поступило по вопросам льготных путевок санатории, оказания материальной помощи и выделения лекарств льготным категориям граждан. Председатель квартального комитета хутора «Черный» Юрий Солопон попросил оказать помощь в организации ремонта в доме инвалида-колясочника. Многие вопросы удалось решить в ходе приема. Все остальные обращения взяты на карандаш. В ближайшее время вопрос каждого обратившегося будет решен. Ольга Родин, Александр Кореневский, Анапа-Регион. Далее прогноз погоды на завтрашний день, но сначала небольшая рекламная пауза. Спонсор выпуска – торгово-развлекательный центр «Алиса». Реклама будет короткой, не переключайтесь. Торгово-развлекательный центр «Алиса». Покупай с удовольствием! Верхняя женская одежда. Зал кожи и меха. Одежда в европейском стиле. Подарки на все случаи жизни. Элитная обувь и сумки. Мужская одежда от классики до модерна. Все для дома и уюта. Женская одежда и аксессуары из Италии. Кош-галантерия. Товары для детей. И все для красоты, отдыха и развлечений. Торгово-развлекательный центр «Алиса». Угол Краснодарской и Горького. Покупки в радость для всей семьи. Завтра, 20 декабря, в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха днем 0-2, ночью до 3 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный 10-13 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы около 3 градусов со знаком плюс. Наш выпуск завершен. Сразу после новостей смотрите программу «Письмо Деду Морозу» и узнаете, как выиграть ценные подарки к Новому году. Далее реклама от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин